приветствую всех любителей резать на нашем канале и как вы догадались сегодня на обзоре у нас крыса легендарная крыса легендарные диссишник легендарный нож для рыбалки охоты куда его только вообще не берут нож который есть у очень многих и вот насколько я знаю что этот нож очень многим людям уже просто-напросто надоел давайте попробуем просто разобрать этот нож посмотреть на него с точки зрения эргономики габаритов материалов все как обычно и без всяких каких-то подводов да ты куда зачем почему нужен этот нож просто с вами очередной раз посмотрим на эту самую крысу и первое что конечно же хочется сказать тем кому нож надоел господа я конечно вас прекрасно понимаю нож действительно есть почти у всех нож действительно выпускается очень давно действительно уже скажем набила оскомину но вы посмотрите какое количество цветовых решений есть у этого ножа и это далеко еще не все то есть это лишь малая часть того что выпускается у компания онтарио в линейке рад 1 то есть выбор здесь можно сделать вполне себе причем все это стоит очень адекватных денег и этот нож он будет очень хорош для тех кто хочет сделать хороший качественный подарок человеку которая особо не в теме также человеку который любит рыбалку охоту просто любит ножи и так далее тому подобное то есть все что с этим связано это действительно будет хороший подарок это будет полезный подарок и это будет действительно вещь которая будет пользоваться спросом у ее владельца в плане того что она будет постоянном поюзе это вот сто процентов потому что это абсолютно рабочий нож который не может просто так лежать на полке все эти абресы я думаю большинству из вас до боли уже знакомы многие из вас конечно же имеют этот нож знают его вдоль и поперек но смотрите какая штука крыса выпускается в классическом для нее форм-факторе да то есть есть рад один рад 2 различаются они только по размерам абресы абсолютно одинаковые но компания онтарио в какой-то момент запустила линейку с сталью d2 вместо aus 8 классической до которая у нас представлена с вами вот здесь и также запустила в полуавтоматические версии вот с таким вот предохранителем уже g10 накладкой на рукояти и вот такими вот предохранителями чтобы нож не открывался у вас в кармане то есть вы ставите его на предохранитель он не открывается соответственно с предохранителя нож снимается и буквально с пол пинка открывается обратно за счет ассистовой системы да то есть пружинка которая доводит клинок нож как я уже сказал он идеален как для подарка как для первого ножа в принципе для ребенка и для человека который в теме и который только входит в эту тему на живую да то есть этот нож идеален на подарок практически для всех соотношение цена-качество безусловно здесь самое что ни на есть отличное как раз таки за счет этого этот нож и заслужил эту самую народную любовь то есть это действительно народный нож который пользуется огромной популярностью огромным спросом и опять же почему цена-качество и плюс достаточно понятные всем материалы давайте посмотрим на материалы как я уже сказал что здесь у нас с вами aus 8 g10 на рукояти эта модель стоит чуть дороже чем вот это но опять же здесь чуть другая технология чуть более дорогой материал на рукоять и этим все и обусловлено если же мы с вами говорим про самую что ни на есть классическую крысу то здесь по материалам это пластик на рукояти и aus 8 на клинке плюс мы с вами видим то что здесь клипса переставляемая как тип-ап тип-даун и соответственно под левшу под правшу то есть клипс переставляется в четыре позиции как вам удобно как кто любит как кто больше любит это все дело на кармане или на разгрузке где-нибудь на сумке носить по эргономике по эргономике здесь все ну сами прекрасно думаю знаете да но еще раз давайте на это посмотрим что с точки зрения эргономической здесь все очень круто то есть это действительно эталон удобства в плане когда вы берете этот нож в руку у вас указательный палец ложится вот на эту самую подпальцевую выемку в которой вообще нет ощущения что здесь какой-то лайнер присутствует да вы его не чувствуете от слова совсем вам ничего не трет рукоять за счет того что она достаточно толстая дату здесь 1 и 3 сантиметра получается достаточно хорошее глубокое сцепление то есть у вас получается толщина ножа вот лично у меня практически в целую фалангу то есть в плане удобства конкретно в этом месте все супер далее опять же что я люблю когда нож приходит тыльником рукояти вот в это место ладони то есть соответственно я чувствую нож полностью всей ладонью то есть я могу его контролировать я могу этим ножом делать какие-то более или менее ну скажем тонкие работы при этом опять же вот это место да то есть можно конечно но не приспособлено под палец нужно быть максимально аккуратным если вы предпочитаете браться вот сюда но опять же да то есть если вы берете здесь то есть вы становитесь более мобильный соответственно более маневренным становится сам нож в вашей руке то есть по эргономике опять же да это действительно эталонный нож который очень и очень удобен которым пользоваться действительно приятно и удобно опять же рукоять достаточно гладкая здесь в отличие от версии с g10 здесь вы можете видеть что рукоять достаточно шероховатое напоминает по ощущениям колд стиловский рекон то есть достаточно грубая то есть да даже по звуку то есть можете слышать да то что здесь более шероховатая рукоять она немного будет подрывать карман соответственно протирать его этот же нож абсолютно гладкий ну в общем здесь ничего с карманом не случится и соответственно в руке он ощущается даже конечно поприятнее но по сцеплению этот в ладони конечно будет сидеть лучше то есть из-за того что насечка сцепление с ладонью намного удобнее и лучше по каким-то особенностям в общем особенности у этого ножа не очень много то есть но опять же да моя любимая подпальцевая насечка кстати говоря за счет вот этого горба на котором как раз размещена под пальцевая насечка палец большой ложится просто идеально то есть у вас получается что палец лежит на возвышении да и соответственно насечка сделаны достаточно правильным образом у вас видите она сделана в 100 в сторону как раз таки пальца да то есть против хода скажем так против хода пальца до в сторону клина и соответственно у вас палец не уедет вообще никуда то есть вы скорее просто себе сорвете палец да нежели он у вас съедет куда-то в сторону острия вот соответственно по удобству здесь все отлично по эргономике опять же ну крыса это эталон эргономичности по материалам да то есть кто-то скажет taus 8 это слишком просто кто-то скажет что d2 это наверное не то что хотелось бы но знаете для этого ножа эти две стали они подходят идеально почему да потому что в таком в таком ноже да в таком варианте ножа это те стали которые в принципе и нужны то есть этот нож для реза этот нож для каких-то походов до для каких-то туристических целей и собственно говоря red расшифровывается как рендаллс adventure training то есть это действительно нож для каких-то как это написано приключений да ну то есть это для выездов для природы для каких-то таких мероприятий которые мы с вами очень любим в принципе нож идеальный плане как и по работе да то есть сталь мягкая относительно то есть вы можете поправить в полевых условиях без особых проблем с d2 конечно такой вариант не особо пройдет но опять же если грамотно следить за ножом то есть правиться на мусате и в общем то пользуетесь дальше по вот опять же вот по эргономике да то есть этот нож в удержании очень удобен по работе им работать очень удобно потому что все упоры да куда ну то есть куда вы упираетесь пальцем большим да куда упирается нож в ладони то есть все поддается полному контролю то есть нож контролируется полностью причем как нарез как на какое-то строгание и соответственно вопросов к нему в этом плане нет никаких этот нож абсолютно будет понятен практически любому человеку он будет понятен ребенку как первый нож он будет понятен любому взрослому и этот нож будет работать то есть вы можете брать этот нож как в подарок человеку который увлекается ножами можете брать его в подарок ребенку, можете брать в подарок человеку, который просто ножами работает, любит рыбалку, охоту. Это будет действительно классный подарок, чисто рабочий, и который будет действительно доставлять удовольствие и радость владельцу. Все варианты можете посмотреть на нашем сайте, потому что, к сожалению, на видео, ну, просто все не влезет. Соответственно, ваши комментарии пишите в комменты, ставьте лайки, дизлайки, пишите вашу критику. Всем спасибо за просмотр, всем пока!